Библейский портал экзегет.ру представляет На портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Левит». Как я говорил ранее, это очень сложный текст для понимания, и мы должны его прочитать именно с христианской точки зрения, потому что все писание полезно, как говорится в Новом Завете. Итак, сегодня мы приступаем к изучению третьей главы этой книги, которая начинается словами «Если жертва его жертва мирная, и если он приносит из крупного скота мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока». Что значит «мирная»? Это еврейское слово «шламим», потому что такая жертва приносит мир в жизнь человека, который что-то жертвует Богу. Это приносит ему умиротворение. И поцаряется в мире гармония между Богом и людьми, гармония между разными частями творения. Когда мы что-то жертвуем Создателю, мы как бы в некотором смысле оправдываем существование этого мира, а вообще зачем все это существует. Если началом всего является Бог, то Богу надо отдавать Богово. Помните, как Христос взял монету и спросил, что здесь изображение? Ему сказали «кесарево». Тогда Христос сказал «кесарево надо отдавать, кесарево, а Богу – Богово». А так как по праву Творца Богу принадлежит все, то мы возвращаем Богу его собственное, когда посвящаем что-то на служение Ему. Человек может посвятить своего ребенка на служение Богу и готовить его поступать в семинарию. Человек сам обязан посвящать себя Богу в той или иной степени, стремясь исполнять его заповеди. И указание на крупный скот мужского или женского пола – это свидетельство о том, что здесь вопросы пола не играют роли. и мужчина, и женщина, они могут полноценно совершать свое служение перед Богом в той мере, в какой это возможно для мужчины, и в той мере, в какой это возможно для женщины. Великое назначение женщины – быть матерью и охранительницей семейного очага. И когда женщина, она исполняет свои обязанности, прежде всего, рождает детей, как сказано, что женщины спасаются честь чьи народия и воспитывают их в вере, это великое приношение, которое угодно Богу. Посмотрим объяснение Кирилла Александрийского. Письмена закона не дают особенно точных предписаний относительно принесения в жертву мужского и женского пола. И оно должно быть понимаемо так, что обоими полами прообразуется Христос, мужским полом он прообразуется как предводитель и начальник, ибо мужеский пол более способен к предводительству, чем женский, а женским полом он преобразуется как бывший под законом и управляемый, ибо женский пол всегда находится в подчинении и занимает второе место сравнительно с мужеским, как поистине обладающий меньшим и низшим достоинством. Но во всяком случае жертвенное животное беспорочно, а таков Христос. Поэтому он и сказал, идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. Вот это указание на то, что жертва должна быть беспорока, на самом деле это указание на Христа, потому что ни одно животное не может соответствовать каким-то высшим стандартам по отношению к духовным задачам, которые заключены в каких-то ритуальных действиях. Здесь Кирилл Александрийский предлагает нам такое решение. В нашей жизни есть деятельное мужское начало, это когда мы руководим. Женщина может быть причастна к этому началу, когда она воспитывает ребенка. Но мужчина тоже может оказаться на положении Вадимова, как бы подчиненной женской начало, как о Христе сказано, что он был тот, который покорил себя закону, то есть собственному закону, который он, как Бога Слова, и явил нам, он проявляет смирение и покоряется закону. Но я бы предложил еще другое объяснение. Мужское и женское начало – это, возможно, образ Христа, который руководит церковью невесты. А церковь невеста в своем женском состоянии, подчиненном мужу, она следует за Христом, куда бы он ни пошел бы. И пути исторического христианства показывают, что когда церковь следует за Христом, то это благо для народа Божия. А когда церковь выходит из повиновения жениху Христу, это уже серьезная проблема. И мы читаем второй стих. «И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скиней собрания, сыны же Аароновы, священники, покрапят кровью на жертвенник со всех сторон». Итак, мы прочитали. «И возложит руку свою на голову жертвы сей». На самом деле это жест благословения. То есть то, что мы посвящаем в своей жизни Богу, моментально обретает статус освященного, посвященного, благословенного на служение Создателю. Поэтому очень важно принести в жертву не просто там пачку денег принес в храм и бросил в кружку, а самого себя принести в жертву. Потому что если жертва – это лучшее из лучшего, то человек должен принести в жертву самого себя уже по той причине, не потому что он лучше других людей, а потому что он сам все остальное воспринимает как связанное с его существованием. А когда из самого себя человек посвящает Богу… А что значит себя посвятить Богу? Воспринимать закон Божий как Господне руководство к действию. И если мы подчиняемся закону Божию, закону евангельскому, это и есть посвящение себя Богу. Конечно, есть другие формы посвящения себя Богу, это и монашеское служение, и исполнение церковных послушаний, которые нам даются на приходе, исполнение каких-то христианских, общественных обязанностей, которые могут возлагаться на нас. В случае мирной жертвы искупление необходимо, потому что ни один человек не может быть чист. И, следовательно, прежде чем искать покровительство Бога и восхвалять Бога, человек должен очистить себя, то есть просить прощения за свои грехи. То есть, например, человек готовится к таинству святого причастия. Это очень важный момент в жизни человека, но чтобы стать причастником тела и крови Иисуса Христа, ему надо максимально очистить свою душу в таинстве исповеди, в говении и в чтении необходимого молитвенного правила. Тут целый комплекс мер, который помогает человеку приготовиться к такому важному моменту. Тем более, посвящение себя Богу. И мы читаем далее, 3-4 стих. «И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу туг, покрывающий внутренности, и весь туг, который на внутренностях». А туг — это жир. «И обе почки, и туг, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, он отделит это». Ну, как я говорил, книга «Левит» — очень сложная книга, но наша задача — разгадать как бы духовный смысл каждого такого образа. И в этом нам помогают святые отцы. Ефрим Сирин пишет, «Перепонка на печени означает первое движение души какому бы то ни было духовному деланию. Две почки и туг на них означают течение ее помыслов и душевную способность различать и разуметь». Вы видите, братья и сестры, как искусно, христианские экзегеты объясняли эти сложности. Но почему именно туг? То есть жир приносился в жертву Богу. Скажем так, что жир не был доступен для простых людей. Люди того времени жили скудно, если не сказать больше, бедно. Поэтому жир, туг — это символ достатка, богатства. То есть человек должен служить Богу не только от скудости, о чем мы говорили, изучая вторую главу книги «Левит», но и от избытка всего того, что он имеет в этой жизни. И так как сказано, весь туг принадлежит Господу, это значит, весь избыток благополучия, который ты имеешь, материальный избыток, ты должен воспринимать как поручение от Господа. Да, ты это тратишь на себя, на свою семью, это разумно, но богатство — это всегда некое поручение от Бога, которое посылается тому или иному человеку. И мы знаем, что люди служили Христу своим имением, и апостолам они служили своим имением. И в книге «Деяния святых апостолов» рассказывается о том, что они приносили все к ногам апостолов, все, что имели, а апостолы это все раздавали нуждающимся, конечно, проявляя заботу и о жертвателях. Но нельзя, кстати, быть благотворительным за счет семьи, например. Если человек имеет семью, детей, жену, он не может, не посоветовавшись с членами семьи, быть благотворительным за их счет. Человеку очень важно выстроить правильную иерархию ценностей. Да, Бог превыше всего, но семья, которая у тебя, это граница, очерченная рукой Бога, граница ответственности, как и народ, которому ты принадлежишь. Это тоже граница ответственности, очерченная рукой Бога. Мы не выбирали себе тот или иной народ. Страна, в которой мы живем, это тоже некая граница ответственности, очерченная рукой Бога, потому что мы не выбирали как бы место нашего рождения. И если мы что-то имеем, мы должны осознавать вот эти границы ответственности. Как отцы говорили, пусть милостене даже запотеет в твоей руке, имея в виду, что все надо делать с рассуждением. И далее мы читаем с 5 стиха и ниже. «И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу». И далее. «А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу, мужского или женского пола, пусть принесет ее не имеющий порока». То есть человек, который имеет достаток, он приносит серьезную жертву от крупного скота, как мы прочитали, а человек меньшего достатка он приносит от мелкого скота, но условие-то одно и то же. Она должна быть без порока. Читаешь ли ты огромные молитвенные правила, тебе дали эпитимию, именно так готовиться к причастию, или ты читаешь стандартные молитвенные правила, никакую эпитимию на дополнительные молитвы тебе не давали. В любом случае эта молитва должна быть чиста. От закваски всяких сластолюбивых воспоминаний, настроений, о чем мы с вами очень подробно говорили, изучая вторую главу книги «Левит». И читаем далее. «Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа». А что значит «представить пред Господа»? Эту жертву приносили к священникам ближе к святой святых и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколит ее перед скиней собрания и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. Когда человек клал свою руку на жертву, которую вот-вот он должен будет зарезать сам или это сделает священник, здесь заместительный характер жертвы выходит на передний план. Человек же в этот момент перечислял свои грехи и он говорил как бы сам себе «это я заслужил смерти, чтобы мне горло перерезали, но невинный агнец умирает за мои грехи, за мои преступления». Когда он видел судороги агоний этой жертвы, стечения крови, дымящейся поутру или вечером, он переживал, что с ним могло бы произойти что-то подобное, как и сказано, что не бывает прощения грехов без пролития крови. Но мы в этом не нуждаемся, у нас есть кровь Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха. И далее мы читаем «И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, то есть жир, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость и тук, покрывающий внутренности и весь тук, который на внутренностях». То есть мы должны служить Богу нашим имением, нашим достатком. Достаток не всегда имеет такое материальное выражение. Например, человек беседует с другим человеком на духовную тему. Два христианина встретились, они разговаривают друг с другом. И они касаются очень интересных вопросов и получают назидание от этой беседы. Но если третий не узнает, то это была встреча пустословов. То есть мы должны делиться хорошим даже в вопросах познания духовного с другими людьми. это очень важно. Поэтому двух христианских мудрецов беседа, не имеющая продолжения, она лишена смысла. Это может быть взаимное самолюбование. Ты такой аргумент привел, я такой аргумент привел. Но когда мы служим Богу и теми познаниями обильными, которые он изливает на нас, даже в том смысле, что у одного христианина прекрасная библиотека, у него есть время читать эти книги, он должен читать, вычитывать что-то интересное, чтобы делиться этим интересным с другими христианами, у которых и книг этих нет, и нет времени изучать. достатком когда мы говорим о том, что мы должны делиться нашим достатком, это не обязательно какие-то материальные ценности, это могут быть и чисто духовные ценности. Поэтому вот это уточнение, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, о чем это, о том, что все, что ты имеешь как достаток или материальный, или духовный, используй это для помощи другим людям. Как блаженный Феофилак в своих комментариях на Матфея пишет, у тебя нету возможности подать милостыню, у тебя нету денег, ты сам нуждаешься в милостыне, подойди улыбнись, подойди обними этого человека, или пойди к нему домой, вымой пол, посиди рядом с этим пожилым соседом, поговори хотя бы о погоде, хоть как-то обрати внимание на одинокого человека, особенно пожилые одинокие люди, которые вокруг нас, они очень нуждаются в таком деятельном участии, поэтому отрезав по самую хребтовую кость, на самом деле это служить всеми способностями, которые мы имеем, а кто-то действительно финансирует христианские просветительские программы, проекты, это очень важное и ответственное служение перед Богом. Давайте посмотрим объяснение Григория Великого, это его 25-я беседа, говоренная к народу в храме Святого Иоанна на праздник Пасхи, он дает такое объяснение, «И заповедью закона повелевается приносить хвост жертвы, потому что хвост есть конец тела, и тот хорошо приносит жертву, кто жертвоприношение доброго дела доводит до конца надлежащего действия». Видите, какое интересное объяснение предлагает святитель Григорий Двоеслов, Григорий Великий, Папа Римский, что то, что жертву приносили по самую хребтовую кость, то есть начав какое-то дело, благотворение, не останавливайся, старайся довести его до конца, образно в кавычках до хвоста. И далее мы читаем 10 и 11 стих 3 главы книги Левит. «И обе почки, и туг, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками, он отделит это, священник сожжет это на жертвенники, это пища огня, жертва Господу». Здесь такой очень интересный образ «Пища огня, жертва Господу». Имеется в виду, что мы не можем принести Богу жертву наших уст, молитву, сотворить какое-то доброе дело, если нами не будет руководить благодать Духа Святаго, которая при первом обнаружении в жизни апостола в день Пятидесятницы она и проявилась в виде огненных языков. И то, что в Ветхом Завете есть очень много указаний на то, что жертва сжигается, жертва сжигается, например, пасхальную трапезу люди ели, а то, что осталось, они должны были сжечь. Сжечь это значит наполнить любое наше действие каким-то новым содержанием. Огненные языки это свидетельство о том, что Дух Святой просвещает нас, находящихся во тьме невежества. И совершенно очевидно, что этот образ он очень доступен был для людей своего времени, потому что они видели и присутствие Бога в виде огненного столба ночью, который стоял на цкине собрания. И потом, когда они разводили жертвенные костры и сжигали жертву на огне, вот это сочетание это пища огня, жертва Господу. То есть любое действие мы пропускаем через огонь благодати, как сказано, духа не угошайте, как будто бы дух это какой-то костер пламенеющий. И действительно, иногда вера тлеет в душе человека, он почти угасил свою собственную веру, он нуждается в обновлении обетов крещения, в реанимации. И Христос, который очень бережно относился к разным людям, мы знаем, что он трости надломленные не переломил и льна курящегося не угасил, где уже и вера не осталась, коснись этой трости, она уже надломленная, она упадет, лен курящийся, махни рукой, и он погаснет. Но когда все воспламеняется верой, надеждой, любовью, как в день Святой Пятидесятницы, при обшившемся благодати Духа Святаго в явлении огненных языков, апостолы испытали такую радость, что со стороны казалось, что они напились сладкого вина. На самом деле, радость о Господе это то, что согревает нас по-настоящему. Ведь огонь это еще и тепло, а святые отцы древности говорят, что мы можем отличить действие Бога от действия дьявола. Как? Если ты что-то делаешь, и ты не уверен, это угодно Богу или нет, и вдруг ты испытываешь холод, вот это, скорее всего, дьявольское. А если опять же ты что-то делаешь, но ты не очень уверен, правильно или нет, и вдруг тепло разливается по душе. Это свидетельство о том, что Господь согревает нас в каком-то нашем делании, и мы нуждаемся в том, чтобы, как апостол Павел пишет, духа не угошайте, пророчества не уничижайте, вы есть свет миру. Это сейчас в наше время свет, это электричество, а в те времена свет, это свеча вожженная, и зажегши свечу не ставят ее под сосуд, но она подсвечник, светит всем в доме. Поэтому вот этот образ жертв, которые сжигались, он имеет связь с некоторыми темами, когда аллегорически мы истолковываем с помощью святых отцов, мы видим, насколько это многоплановое такое действие, то, что мы прочитали с вами, священник сожжет это на жертвеннике, это пища огня, жертва Господу. И далее мы читаем с 12 по 17 стих. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа. Смотрите, мы выше прочитали с вами о чем. Приносит жертву овцу. Овца это символ смирения, и в день страшного суда Христос отделит одних людей от других, как пастор отделяет овец от козлов. А тут говорится, что и козла можно принести в жертву. О чем это? А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа. Козел это символ упрямства. Это символ какой-то такой упертости, бодливости, я бы даже сказал. Но если человек и какие-то несовершенные качества, обнаруживая их в себе, представляет их в молитве Господу, Господи, зачем во мне эта вспыльчивость? Зачем во мне вот это упрямство? Господь может и это как-то обратить во что-то новое. Помните, как в молитвах мы читаем, как прежде служили сатане и стивому, наипаче послужим тебе, Господи. Если кто-то мог там ночью побежать в ларек, покупать спиртное, почему, став христианином, он не может ночью с такой же прытью и борзостью встать на молитву и петь 12 псалми. И есть такое предание интересное, что когда пророк Самуил увидел впервые Давида, он увидел, что этот человек, его лицо как бы было красного цвета. Там из текста очень похоже на то, что как бы красный он был. И пророк Самуил мог испытать это как что он агрессивен по-своему. И по этой легенде пророк Самуил воскликнул Богу, как я поставлю такого человека, у него цвет лица, он будет проливать много крови. И Господь сказал, он будет вести только Божьи войны. И он не будет проливать кровь без решения суда. Ведь он будет царем, правителем, он будет вести войны. А помните, как одна женщина сказала Давиду, ты ведешь войны Господа и принося в жертву коз, то есть собственное упрямство, собственно какую-то упертость, мы прежде всего преодолеваем вот это состояние козла в самом себе, дабы трансформировать его в состояние послушной овцы. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову ее, и заколит ее пред скиней собрания, и покропят сыны Аароновы крови ее на жертвенник со всех сторон. То есть действие то же самое, как и в случае с принесением в жертву овцы. и принесет из нее в приношение в жертву Господу туг, покрывающий внутренности и весь туг, который на внутренностях. А это о чем? Бывает так, что человек именно из-за своей козлиной упертости, может быть в жадности, во грехе, что-то приобрел в этой жизни, а потом обратившись в состояние овцы, он думает, а что мне с этим делать? Ему надо поступить, как поступил Закхей, который встал перед Господом Христом и сказал, половину я раздам неимущим, а кого обидел, воздам вчетверо, то есть в соответствии с законом. То есть пересматривая свое вот это козлиное состояние в сторону, чтобы стать овечкой Божьей, человек должен и все то, что он приобрел в этой неправедной своей жизни, направить к благим целям. Прежде всего возместить ущерб, который он нанес другим людям, и помочь тем людям, которые просто нуждаются, чтобы они молитвенно поддержали его, чтобы он смог изжить свое вот это козлиное состояние. И обе почки, и туг, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, он отделит это. То есть все так же, как и в случае принесения в жертву овцы. И сожжет их священник на жертвеннике. «Это пища огненная, приятное благухание Господу, весь туг Господу». То, что священник это как бы сжигает и в смысле уничтожает, уничтожает, это может напоминать нам, когда человек приходит на исповедь, у него записочка с грехами, он зачитывает эти грехи и передает эту записочку священнику. Священник разрывает, как бы предает забвению, как в огне этот листок мог бы вспыхнуть с записанными на нем грехами. И далее говорится, «Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших, никакого тука и никакой крови не ешьте». То есть не пожирай тот достаток, который ты имеешь, тук, то есть все, что ты имеешь, какие-то блага, служи ими другим людям, а вот никакой крови не ешьте. Это немножко уже другая тема, мы ее коснемся в последующих наших беседах. Но что-то мы посмотрим уже сейчас. Прежде всего Ефрем Сирин. «Не ешьте тука, потому что уточняет тело и приводит к невоздержанию. Не ешьте крови, как пищи диких зверей». Действительно, дикие звери терзают жертву и вид крови только усиливает их аппетит. Кто ест тук, тот святотадец, потому что похищает приносимое Господу, Бог тебе дал это богатство. Ты не можешь только на себя это тратить, тогда ты будешь святотадец. И не воздает ему, то есть Богу, того, что ему отделено. Бог тебе это уделил. А кто ест кровь, тот полагает печать греха на всякого к нему приближающегося. То есть человек, который пожирает других людей, который проливает кровь, который агрессивен, то он оскверняет не только себя, но и весь окружающий его мир. Агрессор может вызвать проклятие на целую страну, в которой он, например, занимает положение правителя. Библия настаивает на том, что душа животного в крови. И если люди будут есть кровь, принимать ее в пищу, то качество животного перейдут к ним. Такие представления были в те времена. И когда я был подростком, мне было лет 10, я помню, к нам в дом пришли, чтобы совершить забой свиньи. И резчик, который убил свинью, подвесил, он взял, нацедил целую кружку теплой крови, дымящейся, и выпил целиком на глазах у детей, взрослых. И у него аж лицо все налилось краснотою, глаза как-то по-свински сузились, и красноватыми стали белки, как будто действительно качество животного перешло к нему. Надо сказать, что запрет на вкушение крови, он действует во всех случаях. Далее мы подробно будем еще об этом говорить, но сегодня мы можем вспомнить решение Иерусалимского собора святых апостолов. В книге Деяний, 21 глава, 25 стих сказано, «А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали», то есть какие-то тонкости ритуалов Ветхого Завета, «А только хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавленины и блуда», то есть запрет на употребление в крови и никакой крови не ешьте, он был подтвержден в книге Деяний Святых Апостолов, 21-25, устами самих апостолов на соборе в Иерусалиме, этот же запрет подтверждается каноническими установлениями вселенских поместных соборов и решений святых отцов. Таким образом мы видим, что некоторые из предписаний книги Левит продолжают жить и в наше время. И хотя многие из этих обрядов мы не наблюдаем в христианской практике, но предлагая им аллегорическое объяснение, мы получаем назидание от любого текста, в том числе и такого сложного, как книга Левит. Продолжение следует...